Страшная авария в Чаусах потрясла всю страну. Одна ошибка и трое погибших. 25-летняя водитель Ауди не справилась с управлением на перекрёстке и врезалась в дерево. От удара иномарка загорелась. Как позже выяснилось, вечером подруги собрались культурно отдохнуть. Домашнее застолье продолжилось в припаркованной машине. Когда закончилось спиртное, позвонили знакомому и попросили отвезти их за добавкой на ближайшую АЗС. Не дождавшись его приезда, нетрезвая компания уехала навстречу смерти. При изучении личности женщины-водителя следователи установили, что ранее она привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По результатам судебной экспертизы в её крови обнаружено 2,5 промилля алкоголя. Автотехническое исследование показало, что водитель превысила установленную скорость движения более чем на 28 км в час. Виновником ДТП с летальным исходом стал нетрезвый водитель. Пьяный вылетел на встречную полосу и угодил под грузовик. Список страшных заголовков в СМИ можно продолжать бесконечно. Алкоголь и дорога несовместимы. Увы, такой истинно придерживаются не все. Подобное происшествие далеко не редкость. Только в Бобруйске с начала года инспекторы остановили 32 автомобилиста под шофе. Троих на этих выходных. Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всем участникам дорожного движения. Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями. Мы обращаемся к гражданам не оставаться в стороне и сообщить по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых участников дорожного движения. В 2021-м в Беларуси ужесточили наказание за пьяное вождение. Если в крови обнаружено от 0,3 до 0,8 промилле, нарушители ожидают штраф в 3700 рублей. Плюс водитель станет пешеходом на три года. При сильном опьянении, а это свыше 0,8 промилле, сумма в два раза больше. В таком случае удостоверение заберут на пять лет. При повторных эпизодах предусматривается уголовная ответственность и конфискация авто вне зависимости от того, кто собственник. Очень плохо, что вот так относятся люди, садятся в нетрезвом состоянии за роль автомобиля, тем самым подвергая опасности других водителей, других пешеходов, которые ни в чем не виноваты. Отношусь очень отрицательно, но как бы ни с кем не сталкивалась, слава богу, и сама этого придерживаюсь, чтобы не дай бог, потому что есть дети у нас, которые нельзя ни в коем случае подвергать опасности. За минувший год в Могилевской области произошло 373 ДТП, в которых погибли 49 человек. Смерть 29 так или иначе связана с употреблением алкоголя. Действия пьяных водителей трудно предугадать. Часто выпивший сам не понимает, насколько это рискованно. Дорога – источник повышенной опасности. Она играет по правилам, которые нужно соблюдать.